Знаменитая артистка лежала ничком чуть поодаль от берёзки, почти под перекладиной железной пожарной лестницы. Рука у неё была странной и неестественно вывернута. Из сумочки разлетелись какие-то штучки. Настя стала торопливо фотографировать. «Прекрати сейчас же!» «Как ты думаешь, зачем она там легла?» «Прекрати!» Тон у него был странный, и тут Настя словно проснулась. «Что? Что-то случилось, да?» Даня Лепницкий, осторожно и медленно, словно чего-то опасаясь, подошёл к лежащей, присел на корточке, посмотрел и потрогал её руку. «Она? Почему она лежит?» Вдруг завизжала Настя и сама себе зажала рот ладонями. Так ей вдруг сделалось страшно. Утром этого же дня. «Ну вот опять! Начинается! Опять она зовёт! Что-то ей понадобилось! Ну, невозможно! Ну, невыносимо!» «Что ещё?» «Настя, брось телефон и подойди ко мне». «Зачем?» Пауза. Словно она там внизу оглохла. «Зачем?» «Затем?» «Ни за что не пойду. Вот ни за что! Пусть она хоть сколько там орёт. У меня дела. Что тут непонятного? Важные, настоящие дела. Перепустить кота такой прикольный, а разослать не успела, отвлеклась на Соню. У кота такой бант и спит прям как человек. А Соню лайкнуть надо? Надо. Она фотки завтрака выложила. Всё так красиво-красиво. А лайков всего семнадцать. Обидится ещё. Нельзя, чтоб обиделась. Она кул. Иногда зовёт в свою тусу. А туса у неё что надо? Ещё к Марьяне зайти. Говорят, она Рустама из друзей удалила. Нужно проверить». «Настя!» «Ба! Отстань, я занята!» «Ты ничем не занята. Спускайся немедленно!» Только-только кота перепостила. Настя спешно лайкнула Соню, она кул. Сунула телефон в задний карман джинсов и, выбегая из комнаты, изо всех сил бабахнула дверью, чтоб мало никому не показалось. Старый дом содрогнулся. Дом содрогнулся, а она хоть бы хны. Так и стоит возле лестницы. Лицо деревянное, спина выпрямлена, руки по швам. Истукан. «Я занята! На тур сейчас поеду! У меня экзамен! Ты что, не в курсе?» «Я готовлюсь!» «Не морочь мне голову!» — отрезала бабка истукан. «Никаким экзаменом ты не готовишься. И не готовилась!» «Готовилась! Я готовилась!» «Возьми лейку и полей гортензию, которая возле крыльца. Мне тяжело». «Ба! У меня экзамен через три часа!» «А я гортензию только что посадила!» Ответствовала бабка, словно какая-то гадкая гортензия имела значение. «Ее нужно полить!» Бормоча себе под нос ругательства, негодуя и злясь, Настя помчалась в прихожую. Когда она пробегала мимо бабки, та ловким движением выхватила у нее из кармана джинса в телефон. «Ты что?» — завыла Настя, хватаясь за опустевшую без телефона, словно чужую задницу. «Зачем?» Бабушка усмехнулась, вздернула брови и ответила, что при поливе гортензии телефон не требуется. Настя слышала, как он бедно издает призывные звуки. «В чужих руках!» Он призывал Настю туда, где кипела жизнь, выкладывали фотки, лайкали, постили и перепощивали. Там ждали ее, Настю. Там обменивались смешными шутками и важными новостями. В мессенджерах кипели недюжинные страсти. А Настя уже целую минуту ни при чем. «Она не живет уже целую минуту!» «И потом, та вполне может отобрать телефон до вечера, раз уж она его добыла!» «Ба!» – заговорила Настя плачущим голосом. «Нужно как-то разжалобить противника, но разве такую разжалобишь?» «Я полью эти твои гладиолусы и еще чего-нибудь полью, но телефон мне нужен, понимаешь? Он мне для института нужен! Вдруг там что-то произойдет, а я даже не узнаю!» «Например, что произойдет?» – осведомилась безжалостная бабка. «Я не знаю, отменят или перенесут, или вообще!» «Вообще? Ты сейчас польешь гортензию, потом выпьешь чаю с бутербродом и поедешь в институт!» «Без телефона?» Бабушка засмеялась. «Ух, как Настя ее в этот момент ненавидела!» И ушла. Роняя вещи и пиная все, что попадалось на пути, Настя напялила раздолбанные зеленые галоши, их она тоже ненавидела изо всех сил, и выкатилась на улицу. «Я актриса!» Заорала она во все горло в сторону окон, за которыми, по ее мнению, притаилась бабка. «Я не стану поливать ваши долбанные цветы и носить ваши сраные галоши! Я уеду! Уеду! И вы меня не заставите! Я поступлю и перееду в общагу! И слова тебе больше не скажу! Никогда! И ты пожалеешь!» «Настя, лей под корень!» Мирным голосом сказала бабка у нее за плечом. «Ты больше проливаешь!» Оказывается, змея не гнездилась в доме, а выползла через заднюю дверь и подкралась. Настя вылила воду из старой-престарой садовой лейки и ринулась к кадушке зачерпнуть еще. «Я стану знаменитой на весь мир!» — говорила она страстно. «Я буду сниматься у самых великих режиссеров, и вы узнаете! Вы пожалеете все! Все! А ваши гортензии пусть лучше подохнут!» «В котором часу у тебя испытание?» Как ни в чем не бывало, осведомилась бабушка, когда внучка подволокла лейку. «Я не знаю!» — заорала Настя. Толстая струя воды выхлестнулась из рыхлой земли и залила галоши верхом, и на джинсы попала. «Ты телефон отобрала! Это не испытание! Это тур! Приемный тур! Ты что, не понимаешь?» «Я не понимаю, как связаны телефон и время испытания», — сказала бабушка. «Нужно еще одну лейку. Или время назначает сам телефон?» «Время назначает приемная комиссия, чтоб ты знала, дорогая бабуля!» Настя долила воду и вновь помчалась к кадушке. «Но его могут перенести, ты понимаешь? Перенести! А я не узнаю!» «Если время перенесут, повесят объявление. Ты явишься в институт и все узнаешь!» «Бабушка! Сейчас так никто не делает! Не делает никто! Все узнают новости! Вы на эти!» «Бог в помощь!» — ответствовала бабушка, не дрогнув. «Поставь лейку под навес. Прими душ, переоденься и за стол. У тебя мало времени. Разумеется, я в маразме, но время испытаний помню без всякого телефона. Оно назначено на три». После чего змея уползла в дом. Настя проводила ее ненавидящими глазами. «Они ничего не понимают. Ни бабка, ни мать. Ничегошеньки. Конечно, они совсем старые. Матери в этом году стукнуло сорок, рехнуться можно. А бабки вообще никто не знает сколько. Может, даже шестьдесят. Но и у старых куриц должны быть какие-то мозги в голове. Настя будет актрисой. Она так решила давным-давно, лет в пятнадцать. Это ее призвание, ее выбор. Она творческий человек. В детском саду рисовала прилично. У матери сохранились альбомы с домиками и снеговиками. На всех утренниках была то снегурочкой, то весной, то принцессой. И еще у нее голос. Она поет и делает красивые прически. Однажды матери сделала причесон на какой-то скучный корпоратив. Так мать потом говорила, что все спрашивали, в какой парикмахерской она побывала. Настя будет актрисой. Поступит в театральный и станет сниматься в кино. Бабка я зрительно возражала, что в кино готовят в кинематографическом, а не в театральном. Но какая разница? Вот какая? Если ничего не понимаешь, молчи лучше. Настя в инете изучила блоги великих актрис. И они все закончили театральный. И Светлана Дольчикова, и Эльгиза Тухерова, и Аня Весовская. Впрочем, что Дольчикова и Тухерова? Настя непременно будет сниматься в Голливуде. В Игре престолов. То, что показали якобы последний сезон, это все глупости. Институт пролетит быстро, подумаешь, 4 года. И она сразу же начнет сниматься. Игра престолов. Гениальное кино, гениальное. Его создатели еще сто раз передумают и продолжат снимать. А Софи Тернер и Мейсон Уильямс к тому времени совсем постареют. Им будет к 30. Какой ужас. 30 лет. Надо же, бабка телефон отобрала. Он нужен как воздух, этот телефон. Вот что сейчас обсуждают в группе «Мы звезды». Настю на предыдущем прослушивании подписали. В этой группе все самые клевые чуваки с абитуры. И все ненавидят блатных. Ну, тех, о которых известно, что они уже заранее поступили. Всякие дочки-сыночки. Настя, разумеется, блатных тоже ненавидела. От зависти. Вот никто, никто, ни мать, ни бабка не позаботились о ней. Начинающей актрисе как следует. О ней некому хлопотать. Мать, нуль, пустое место, торчит в своем учреждении с утра до ночи. Да еще работу на дом берет. Сидит по вечерам за столом. Строчит какие-то отчеты. А бабке и говорить нечего. Откуда у нее связи? В молодости она работала в Пушкинском музее. Настя в этом самом музее каждый закоулок знает. Каждую дверь, каждый пожарный выход. И что толку? Вот что толку? Вот как это так всю жизнь прожить и не нажить никаких, даже вот такусеньких связей? Настя как только станет сниматься в Голливуде, тотчас же заведет дружбу со всеми знаменитыми блогерами, интернет-журналистами, сетевыми писателями и поэтами. Говорят, еще со спортсменами можно дружить. Значит, и с ними тоже зафрендиться. И у нее будет сколько угодно связей. В своей комнате, где царил не просто разгром, а сущий хаос, как в магазине китайского секонд-хенда после налета стихии, Настя принялась остервенело раскапывать курганы барахла. Ей нужно выглядеть. Выглядеть! Она должна понравиться. В группе «Мы звезды» девчонки уделяли внешнему виду особое внимание. Некоторые говорили, что хорошо бы посерьезнее. Очки там, юбка-карандаш, блузка под горло и сумка Гуччи с пристрастием, выбранная на рынке садовод. Другие активно возражали. Смотрят не на очки и сумку, а на красоту. Красоту! Что в первую очередь требуется от актрисы? Правильно, чтобы была красивой. Настя решила быть красивой. Ультракороткая юбчонка, полосатые гольфы, топик, чтоб пупок чуть приоткрыт, и чтоб с одного плеча спадала бретелька. Туфли! Туфли! Какие же сюда туфли! Хорошо бы лакированные, открытые. Так сейчас носят. Так модно открытые туфли на носки. Но таких туфель не было. Что там мать зарабатывает? Одни слезы, не допросишься ничего. Настя обвела глазами курганы одежды. Значит, кеды. Да, пусть будут кеды. Почти постановая от жгучего, злобного нетерпения, «Хоть бы скорее вернуть телефон, хоть бы скорее!» Она сделала контуринг, навела брови, нарисовала стрелки. Настя была счастливой обладательницей палетки от Кайли, отдала за нее все накопленные деньги. Волосы она подвела еще с утра и специальным образом спрятала под косынку. Нужно просто тряхнуть головой, и они рассыплются локонами. «Настя, тебе пора», — объявила бабка. «У меня нет телефона! Я не знаю, сколько времени!» — проорала внучка в ответ. «Около двенадцати», — проинформировала бабка. «И следует говорить, не сколько времени, а который час. Ты прекрасно это знаешь. Спускайся». Когда Настя сбежала с лестницы, стол был уже накрыт. «Что-то такое в тарелке и что-то в кружке». Бабка-змея в кресле шуршала газетой. «Поглядите на нее! Она до сих пор газеты читает, как... как первобытный рептилоид!» Завидев внучку, бабка несколько изменилась в лице и отложила газету. «Что?» — рявкнула Настя. «Что ты на меня уставилась? Где мой телефон? И есть это я не буду! Это люди не едят, известно тебе! Дай мне тысячу! Я куплю в грядке киноа и фраппе на миндальном и поем, как человек!» «Зеленые щи и морс», — парировала бабка. «Пока не съешь никаких телефонов». «Я не стану это есть!» «Не ешь?» — легко согласилась бабка. «Тогда удачи тебе на испытаниях, внучка. Электричка через сорок минут. Ты успеваешь с запасом». «Отдай телефон! Сейчас же!» «Щи и морс». «Нет!» «Тогда удачи!» Плакать нельзя. Никак нельзя плакать. Глаза потекут, контуринг поплывет. Господи, что ей, молодой актрисе, приходится выносить? Какие претерпевать страдания? И перед самым ответственным в ее жизни событием. Впрочем, где-то то ли как раз у Дольчиковой, то ли у Тухеровой был пост про страдания. Это, мол, полезно для карьеры. Чего-то там потом с ними нужно делать со страданиями. Как-то перерабатывать, что ли. И из этого выходит что-то режиссерам нравится. Глубоко и сильно дышать ненависти и страданий, Настя уселась за стол и принялась за щи. Страдания переработались очень быстро. Щевеливые щи с ломтиком яйца, Изрядным куском разварного мяса, С молодой картошкой и сладкой ватрушкой в прикуску Бабушка всегда подавала сладкие ватрушки к щевеливым щам. Будущая актриса любила с самого детства. Разлюбила только недавно, Когда выяснилось, что щи да еще с мясом запрещены. А уж ватрушки... Кто-нибудь знает, сколько в них глютена? И тесто бабка ставит на самом примитивном коровьем молоке, Не на миндальном или кокосовом. Настя умяла вторую ватрушку, Доела щи и залпом выпила морс. Ну вот, я съела! Где телефон? Позвони, как освободишься, Велела бабка. До ночи нигде не болтайся. Как только тебя... В общем, сразу езжай домой. Настя из-под лобья смотрела на нее. Все ясно. Старуха не верит в ее, Настин, успех. Она заранее знает, что не будет никакого успеха, А будет провал. Вот вы все посмотрите, Вы узнаете, Вы не верите, Вы надо мной издеваетесь, Телефоны отбираете, А я вам всем докажу. Я стану знаменитой, И в вашу сторону вообще больше ни разу не посмотрю. Телефон у тебя в рюкзаке. Как ни в чем не бывало, продолжала бабка. И мой тебе совет, Настюша. Не нужно мне советов, Пробормотала внучка. Она рылась в рюкзаке, Сердце у нее дрожало. Она чувствовала, что телефон где-то рядом. Постарайся, Сказала бабушка. Вот просто постарайся. Со стороны всегда видно, Когда человек старается. Настя прижала телефон к груди. Господи, Сколько там всего неотвеченного, Непросмотренного, Неохваченного. Жизнь, Целая жизнь мимо прошла. Чем советы идиотские давать, Помогла бы лучше. Настя зашнуровала кет, Перекинула локоны на другую сторону И принялась за второй. Мы как в пустыне живем. Ни связей, ни знакомств. Ничего! Если б хоть кто-нибудь за меня попросил. Кто-нибудь! В актрисы не идут по звонку. Ты знаешь, какой в этом году конкурс? Или мать, может, знает. Восемьсот человек на место. Почти тысяча. Бабушка помолчала. Будем надеяться, Из них выберут самых достойных. Настя хотела заорать И затопать ногами. Но бабушка легонько подтолкнула ее в спину И незаметно перекрестила. И незаметно перекрестила. Не задерживайся! Напоследок сказала она в спину внучке, Когда та уже мчалась по дорожке. Да ладно! Крикнула будущая актриса, не оборачиваясь. Она на ходу смотрела в телефон, Торопливо листала сообщения, Захлебываясь от нетерпения. Беда! Констатировала бабушка. Продолжение следует... Продолжение следует...